Всем привет, 27 июля, я Максим Журавлев, канал про деньги и рынки. В этом ролике обсудим текущее положение дел, вчерашний взрывной рост курса доллара, евро и других валют против российского рубля. Ну и конечно же попытаемся понять, что нас ждет в перспективе. Как обычно, обо всем по порядку, поехали. Ну для начала пробежимся по графикам. На ваших глазах валютная пара доллар-рубль. И видим, что по итогам вчерашних торгов валютная пара доллар-рубль стрельнула на плюс 4,2%. Но практически за последние недели это вполне неплохой результат. И фактически мы можем с вами говорить, что те наши предположения, о которых мы с вами буквально в последнем обзоре в понедельник обсуждали, те предположения срабатывают в полной мере, можно сказать, почти на 100%. Не будем кривить душой. Ну что касается фундаментальных основ движения по валютной паре доллар-рубль, я думаю, что здесь все остается на прежних условиях, на прежних уровнях. Но здесь добавляется еще один момент, который сегодня хотел бы вам огласить. Может быть это не совсем, может быть справедливо, но в любом случае считаю, что имеет место быть. Сегодня московская биржа у нас в целом продолжает свой рост, за некоторым исключением. Например, акции компании Яндекса, которые 3 дня подряд, можно сказать, рвали рынок, но не только Яндекс, еще больше порвал рынок. Вчера в дебазитарной расписке компании VK.com. Озон тоже несколько дней, можно сказать, хорошо, уверенно рос. Но сегодня хуже рынка, вполне себе ожидаемо. Кстати говоря, по поводу, например, компании Яндекса, я вот буквально в прошлом обзоре вам говорил про эту компанию, о том, что купил эту компанию в публичный портфель. И давайте заглянем, что мы на сегодня имеем. Давайте глянем в публичном портфеле, который демонстрируется в полной мере в закрытом канале про деньги и рынки плюс. Вы можете подписаться на этот канал и стать свидетелем всех изменений, которые здесь происходят. Так вот, глянем компанию Яндекса с точки зрения последних сделок и видим, что да, сегодня мы видим, что компания корректируется. Но вчера буквально в телеграм-канале, опять-таки в закрытом, где оперативно публикую свои действия по этому публичному портфелю, я написал, что закрыл сделку и закрыл ее на цене 2161 рубль. Понятно, что эта сделка была спекулятивная, принесла она более 24% вот конкретно эта сделка. Я считаю, неплохой результат. Кому интересно, в том числе, получать мои оперативные действия, то есть видеть, что я делаю в публичном портфеле, ссылка на закрытый телеграм-канал также будет в первом прикрепленном комментарии. Ровно там же ссылка будет и на бесплатный телеграм-канал. Все подробности в описании и в первом прикрепленном комментарии. Итак, поедем дальше. Но если возвращаясь на рынок, в целом посмотрим, что у нас на газовом рынке происходит. Выше 2200 долларов за 1000 кубов торгуется газ природный в Европе. Я думаю, что здесь отчасти это отражение находится в котировках компании Novotek. Что касается Novotek и Gazprom, несколько они расходятся по динамике, это, конечно, понятно. Но здесь, в общем-то, все вполне логично и укладывается в нормальную рыночную ситуацию, когда цены на газ в Европе растут. Растут они, скорее всего, по причине вот этой новости. Я думаю, что тоже весь рынок уже переваривает информацию от Gazprom о том, что по Северному потоку 1 мощность всего лишь только на 20% задействована. Это достаточно серьезно. Ну, понятно, что здесь много политики. Но если уж мы будем с вами разбирать вот эти новости, сейчас не будем давать оценки вот всему происходящему. Тем более, весь интернет уже завален разного рода информацией. Мы лишь только попытаемся, так сказать, порассуждать с точки зрения влияния на валютный рынок вот таких новостей. Ну, понятно, что политика политика. Теперь давайте внимательно посмотрим на валютную пару доллар-рубль. С чего вдруг ради вот так вот резко за один торговый день, можно сказать, долго мы с вами не видели таких серьезных движений. Но за исключением, например, еще в июле месяце, в 20-х числах, вчера рубль начал терять позиции. Является ли это очередное искусственное движение? Может быть, либо это все действительно рыночная ситуация? Я думаю, что так. Ну, понятно, что в фундаментальной точке зрения, очевидно, рубль сейчас не выгоден. Сильный рубль для российской экономики, для российского бюджета. Я думаю, что не надо объяснять, почему. С другой стороны, давайте попробуем рассудить. Недаром вот Миллер, глава Газпрома, прокомментировал последние заявления по поводу остановки покачки через Северный поток из-за остановки одной из турбин, которая вот, по всей видимости, все-то еще не возвратилась в Газпром. Я имею в виду ту, которая из Канады долго шла. И он говорил так, что даже если снижаются поставки в Европу газа, то при этом растет цена. И в результате Газпром все равно выигрывает от такого положения дел. И тогда, когда мы с вами видим новости вот такого порядка, когда еще и снижение до 20% мощности, это практически уже, ну, ничего, да, то есть это пятая лишь часть всех мощностей, то в этом смысле сильный рубль тоже был бы не очень хорош. И здесь, получается, накладывается одно на другое. С одной стороны, рост стоимости природного газа, с другой стороны, падение рубля на валютном рынке и, соответственно, увеличение выручки, например, ну, того же Газпрома. И, конечно, на этом фоне и дорожает, в том числе и новотек вышеупомянутый. То есть здесь складывается некий такой пазл. И если уж мы с вами можем предполагать, что действительно это так, то есть мы не можем это как минимум исключать, то получается, что валютная пара доллар-рубль, да, конечно, она влияет. И сегодня ФРС будет заявлять о повышении процентной ставки. И завтра статистика по ВВП США, которая на внешние рынки давит. Но здесь, по-моему, уже чистой воды абсолютная политика. Для того, чтобы сбалансировать поступление от продаж, от экспорта, при том, когда экспорт падает, то есть получается, снижаются поставки газа, Европа страдает от этого, судя по всему. Не знаю, страдает или нет, но, по крайней мере, они выражают явное недовольство по этому поводу. Ну, а Россия при этом вопрос теряет или нет от выручки, да, в рублевом выражении. То, еще раз повторюсь, при такой сложенной конструкции, когда цена на газ растет, при падении продаж, плюс ко всему падает российский рубль, но здесь все сбалансировано. Я думаю, что здесь, по крайней мере, газпромовская сторона ничего не теряет. Вы, я думаю, поняли логику, о чем я хочу сказать. Поняли вот этот главный посыл. То есть, если уж резюмируем все вышесказанное, мы можем с вами не исключать, что падение вот этого рубля, который мы с вами наблюдали, ну, даже в какой-то мере было где-то, так сказать, подыграно, да, то есть искусственно создано для того, чтобы немножко сбить. А с другой стороны, если уж мы с вами от обратного пойдем, а зачем тогда был крепкий рубль нужен? А крепкий рубль нужен был для того, чтобы рассчитаться по внешним долгам в валютном выражении. Мы же с вами эту тему несколько раз обсуждали, наверное, месяц, может, полтора назад, тогда, когда встал вопрос о дефолте. Сейчас, кстати, эта тема, она пока что не обсуждается, но она все еще и существует. Невозможность расплатиться в валюте по внешним долгам. И приняли решение нашей власти рассчитаться в рублях. И вот для того, чтобы, так сказать, рассчитаться, рубль укрепили, валюту обвалили. И если по курсу рассчитать теперь внешний долг по курсу текущему, то он вообще существенно снизился. Понимаете, о чем идет речь? То есть, получается, здесь какие-то определенные качели. И как в угоду российской экономике, либо каким-то, может быть, условно, экономико-политическим интересам элиты, вот так и поворачивается история на российском фондовом. И, в данном случае, мы говорим про валютный рынок. Но, конечно, это все мысли-слух. Это все лишь только могут быть догадки. В любом случае, мы с вами можем наблюдать до тех пор, пока объемы падают. Это, я имею в виду, падают поставки газа на европейский рынок. А если уж мы с вами добавим туда еще и нефть, то до тех пор и будет заинтересованность в слабом рубле. Это, если говорить про искусственное движение на валютном рынке России. Но вот такие вот выводы мы можем с вами сделать. Поэтому, в принципе, вот после такой динамики, условно, мы можем с вами оставаться еще долларовыми быками. Я имею в виду, то есть, теми участниками рынка, формальными или неформальными, которые оценивают ситуацию с точки зрения будущего роста курса доллара, евро и других валют в китайском районе против рубля. Я думаю, что этот сценарий, он дальше будет основным. И падение рубля, это только лишь остается еще вопрос времени. Я имею в виду, сила падения, глубина падения. Но я думаю, что это в приоритете у рынка. Но я думаю, что и у властей. Друзья, вот такая история, вот такая ситуация складывается на сегодня. Сегодня, вероятно, под конец торгового дня, торговой сессии, будет достаточно волатильное движение. Потому что, еще раз повторяю, сегодня решение ФРС по ставке. Ну, а завтра ожидания по ВВП за второй квартал в США. Два этих действия, конечно же, могут все-таки повлиять на рынки, в том числе и на наши. Друзья, ну, пока на этом все. Спасибо за внимание. Жду вас в числе подписчиков. До встречи в следующем видео. Пока.